Вопрос демографии один из приоритетов региональной власти Тверской области. Решению проблем в этой сфере уделяется первоочередное внимание. 17 ноября считается днём недоношного ребёнка. Впрочем, эта дата особая не только для семей, в которых родились такие дети, но и для докторов, которые не только спасли малышей, но и сохранили им качество жизни. В перинатальном центре каждый год в этот день проходит праздник с музыкой, шариками и сказочными гостями. А вот виновники торжества бывшие маленькие пациенты, которые пришли в очередной раз сказать спасибо тем, кто помог им появиться на свет. То, что несколько десятилетий назад казалось чудом, сегодня заслуга врачей-неанатологов, которые выхаживают детей, родившихся раньше срока и с экстремальной низкой массой тела. Среди гостей праздника в честь Дня недоношенного ребёнка, который организует перинатальный центр, бывшая пациентка медучреждения, дочь жительницы Бежицка Циалы Милана. Малышка родилась на два месяца раньше срока. Врачам пришлось спасать и мать ребёнка. Родилась она у меня в 2018 году, 950 грамм. Мы попали в перинатальный центр, я попала на скорой с высоким давлением. За жизнь нам пришлось бороться с Миланой около четырёх месяцев. Нас здесь спасли, я до сих пор, Милане почти 6 лет ей в марте будет, и я до сих пор называю Людмилу Юрьевну нашим ангелом-хранителем. Главный врач перинатального центра Людмила Гребенщикова рассказывает, что таких счастливых историй более чем за 10 лет существования медучреждения накопилось около 3000. Это в том числе появление на свет 226 двойн и даже 10 тройн. Среди близняшек и двойняшек больше всего родившихся раньше времени. Но абсолютно к любым подобным ситуациям в перинатальном центре всегда готовы. Здесь команда специалистов, акушер-гинекологи, анестезиологи-ренематологи, неонатологи, ультразвуковисты, реабилитологи, неврологи. Самое главное, был союз с нашими родителями. И только в этом союзе мы могли, первое, а, выходить малышей, второе, б, обеспечить так, чтобы не страдало их качество жизни, если говорить по науке, а просто говоря, чтобы они были такими же детишками, как все, которые родились в срок. В гости праздника бывшие подопечные отделения патологии новорожденных и недоношенных детей. Для спасения самых маленьких здесь есть все необходимое оборудование. Специальные кювезы, необходимые препараты и реанимационная техника. В отделении 30 коек и 12 палат для совместного пребывания. Выхаживают терапыжек, как называют своих маленьких пациентов медперсонал, 7 врачей-неонатологов и около 20 медсестер. Наши выпускники, как мы говорим, дети, которые прошли наши все отделения, это отделение реанимации новорожденных, интенсивной терапии, и отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Конечно, за время пребывания в центре мы успеваем подружиться с родителями и ежегодно приглашаем их на такой замечательный праздник. Мы рады их видеть, какие у них достижения, родители нам рассказывают. Задача медперсонала не из простых. Вначале спасти, а потом по максимуму сохранить качество жизни малышей. К счастью, в большинстве случаев это удается, и мы видим веселящихся на празднике ребятишек. Порой пребывание детишек в отделении может составлять несколько месяцев, поэтому каждую семью персонал помнит даже по фамилии. Самая лучшая благодарность, говорят медики, это когда спустя годы подросшие пациенты лично приходят сказать всем спасибо. Спасибо.